Всем привет! В 150-й день войны можно подводить очередные промежуточные итоги. За месяц, который прошел с предыдущего подведения итогов промежуточных, можно выделить три важных момента. Первый. Сброд Шойгу совершенно уже очевидно потерял наступательный потенциал. Три недели уже прошло, как украинская армия покинула Лисичанск. И что? Они не могут, вот эти вот антифашисты, взять даже Северск. Уже все заканчивается в том плане, что эта вся Орда дальше не полезет точно. Да, она будет обороняться, она будет держать захваченное, но дальше потенциала лезть у нее уже нет. Донецкую область. Я месяц назад сказал, что они ее не возьмут. Сейчас еще более убедился в том, что нет у них просто потенциала. А уж как хаймерсы работают по ним, как они зачищают их тылы. И самое интересное, что они сами уже начинают подтверждать, что действительно урон им наносится. Поэтому с Бродшойгу, как говорится, стирается об украинскую армию. Пополнение, а тоже большие проблемы. По зонам начали ездить от военкоматов, там вербовать, по российским зонам. И там кого-то набирают. Но кого набирают? Какой это контингент? Пушечное мясо. И очень показательно, что идиоты заканчиваются даже в малообеспеченных регионах России. Это посмотрите в телеграм-канале Антона Герасченко. 13-минутный разговор вербовщика в одном из оренбургских сел. Все очень показательно. Из 100 человек, которые пришли на встречу, ни один, потом, как выяснилось, не стал подписывать вот эти краткосрочные контракты на поездку в Украину. Поэтому главный вывод, что все, что происходит в Украине, доходит уже до мозгов даже самых тупых скрипнюков. Они уже не едут за холодильниками и стиральными машинами в Украину, чтобы срубить их по-легкому. Второй момент, который отмечаем. В Урдло уже понимают, что Россия использует их, в частности, мужчин из Урдло, как расходный материал. Уже много фактов того, что недовольны, мобилизованы, как происходят дела на фронте. А что происходит? Их всех пускают, как пушечное мясо, вперед. По ним российская армия вычисляет огневые позиции украинской армии и начинает по ним стрелять. То есть, просто как наживка. Вот этот весь мобилизованный сброд из Урдло, это просто обыкновенная наживка. И в Урдло это уже понимают. То есть, они хотели защиты от великой российской армии, А получается то, что вот эти мужики, которых они набирают с улиц Донецка и Луганска, по факту воюют лучше, чем профессиональные российские военные, которые сейчас прячутся за их спинами. Это тоже факт. Недовольство растет. Это слышно из перехваченных аудио разговоров вот этих всех персонажей с своими женами. Конечно, пускай рассказывают эти дурачки, которые смотрят Скобеева и Соловьева, что это все фейки. Конечно, фейки. Верьте, что это фейки. И третий момент, который необходимо отметить, это, конечно, то, что в России, в отдельных регионах, тоже начинают понимать, что Путин просто утилизирует малые народы России. Бурятия, Дагестан, Башкирия. Оттуда в основном вот эти самые контрактники, которые воюют в Украине. Кто-то слышал про москвичей или питерцев? Да, они есть, но это единичные случаи. А почему? А потому что, если в Москву приедет 500 гробов, то там немножко реакция будет совсем иной. Вернее, даже не немножко, чем если 500 гробов приедут в Иркутск. Вот туда пускай они едут. Это так мыслит Путин и его Халуи при его дворе. То есть, вот этих всех с Башкирии, парней с Бурятии, их можно утилизировать, они, в принципе, нахрен не нужны никому. Да и проблем особых не будет. Так вот, именно то, что их утилизируют, и они являются тем мясом пушечным для Российской Федерации, уже начинают понимать и в Башкирии, и в Бурятии, и в Дагестане начинают понимать. Поэтому, столько много уже отказников даже там. Что будет дальше? А Путину отступать некуда, это правда. Он будет кидать все больше и больше, вернее, не больше и не больше, он будет кидать всех, кого найдет сейчас, вновь на фронт. А вот эту всю массу украинцы будут утилизировать. А потом эта масса все равно закончится. Само-мобилизацию Путин не объявит. Если он объявит, то вот эти все черти на диванах, которые сейчас сидят и визжат, нам надо взять Киев, они первые пойдут и снесут Путина, потому что им придется ехать под Хавиасы, под Хаймерсы, под французские гаубицы, немецкие и все остальные. А они, конечно же, не хотят, потому что они знают, что воевать в Украине им не за что. А просто сдохнуть, ну тоже как бы не очень интересно. Поэтому вот когда закончится вот этот весь сброд, который сейчас фрахтуется военкоматами, добровольцами, все это стадо, которое залезло на украинскую землю, поползет обязательно под давлением украинской армии к российским границам. Посмотрим, что изменится через месяц. Как говорится, поговорим, что произошло и какие прогнозы забылись или нет.